Я рада представить нашу сегодняшнюю прекрасную гостью Светлану Сосновскую, имиджмейкера. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Анастасия. Благодарю за приглашение. Очень приятно находиться в вашем кругу красиво. А нам очень приятно на вас смотреть. Я думаю, что вы сейчас нам расскажете столько полезного, что мы сможем это использовать. Ну, во-первых, все уже начали психологически готовиться к первому сентября, к Дню Знаний. И очень хочется и мамам, и папам, и ребятишкам, и учителям выглядеть в этот день красиво, стильно и модно. Вот что нужно сделать, чтобы это было так? Ну, для первого сентября приветствуется торжественный деловой стиль, безусловно. Я бы не останавливала свое внимание на детской одежде, потому что многие школы уже утвертили дресс-код, обозначили, обговорили с родителями, и родители уже приобрели эти позиции для своих детей. То есть здесь все проще? Здесь проще, потому что это, да, это уже определено. Но если же не определено, то классический деловой стиль, парадный, белый верх, темный низ, и, ну, все атрибуты торжественности, которые мы уже знаем. Но хочется, чтобы в этот день и учителя, и родители выглядели так же торжественно, как и дети. Хочется, чтобы они поддержали этот серьезный деловой настрой и поддержали своих детей, идущих в новую жизнь, в новый период. Здесь бы я рекомендовала деловой стиль, сдержанный стиль. Учителям нужно обратить внимание на портретную зону. Я подготовила фотографии, возможно, нам покажут их сейчас. Давайте сейчас попросим режиссера показать нам примеры, как можно было бы выглядеть родителям и учителям в этот торжественный день, и как свою портретную зону можно... Это у нас другой вопрос. Это не относится, да, к первому сентября? Да, это у нас распродажа. Ну, я начну тогда без наших кадров. Конечно, первое сентября – это парадный стиль. И здесь тенденция на, как сказать, на торжественность. И учителям приветствуются галстуки, так как галстук акцентирует внимание на портретной зоне, вы можете видеть. Учителям нужно привлечь внимание именно к лицу, чтобы их слушали. И галстук – это как восклицательный знак, привлекает внимание и сосредотачивает нас на том, куда нужно смотреть. Здесь показаны шейные платки, также акцент на портретную зону, акцентные жакеты, сочетание черного, белого, вы видите, очень строгий стиль. Элегантные белые образы приветствуются, либо другие светлые, очень такие свободные силуэты, но не слишком мешковатые. Контраст черного и белого также будет великолепно смотреться в парадной стилистике, в парадной деловой стилистике, я бы сказала. Костюмы с юбками также никто не отвергает. Пожалуйста, умеренная длина, как правило, это миди или мидакси, жакет, либо блуза. Костюмы с платьями также можно надеть. Лаконичного кроя платья, благородных базовых оттенков, серый, бежевый, чтобы это была деловая стилистика, и в то же время умеренно элегантная. Пожалуйста, вот это я бы предложила для учителей. Следующее для родителей. Здесь уже можно чуть порасслабленнее. Да, совершенно верно, Анастасия, здесь можно расслабиться немного, но также поддерживать стилистику торжественности и деловую стилистику. Умеренный оверсайз, костюмы классического кроя в базовых оттенках. Некоторое акцентирование женственности возможно, но не чрезмерное облегание, менее кричащие оттенки. Безусловно, мы этого стараемся избегать. Ну и все родители ведь обычно делают фото с детьми иногда, с учителями. Обязательно. И нужно, чтобы костюмные ансамбли сочетались. Чтобы эта нотка торжественности совпадала, и это будет очень красиво, вы хорошо, кстати, сказали, действительно, об этом тоже надо подумать, что это будет какой-то общий имидж, чтобы не выбиваться из этой стилистики, и чтобы была красивая эстетичная память об этом событии. Ну и мы уже с вами начали немножечко говорить о распродажах, когда увидели красивую картинку на экране. Вот это заветное слово «скидка», оно многих гипнотизирует, и хочется купить вещь, которая потом не всегда в гардеробе сыграет свою роль, а просто послужит такой импульсивной покупкой. Вот в период распродаж, которые сейчас начались, что стоит купить, а мимо чего лучше пройти? Вы совершенно верно сказали, что от импульсивных покупок лучше воздержаться. Почему? Потому что вы останетесь и без денег, и неподготовленные к сезону. Вы просто закроете какую-то мгновенную потребность поднять настроение или что-то еще. И поэтому к периоду распродаж я бы рекомендовала отнестись максимально разумно. Включаем разум. Но дело в том, что универсальной таблетки нет. И здесь единственное, что может посоветовать стилист и миджмейкер, это, пожалуйста, сделайте ревизию и анализ своего гардероба, прежде чем идти на шоппинг, тем более на сейл-шоппинг. Безусловно, анализ и ревизия гардероба даст вам понимание, чего вам не хватает, какие позиции нужно обновить, что нужно купить именно сейчас, а что может подождать. И уже с этим списочком отправляйтесь на шоппинг. Конечно, будет здорово, если вы будете знать текущие тренды, чтобы не слить свой бюджет на, скажем так, угасающие тренды. Это будет вообще замечательно. И, конечно, ваши планы. Что вы собираетесь делать осенью? Если вы отправляетесь в отпуск и желаете продлить лето, то, пожалуйста, приобретайте летние костюмы. Это могут быть яркие, которые были до того. И вот сейчас костюмы в стиле сафари из натуральных тканей, которые актуальны всегда. Они довольно классический, казуальный стиль. Сетка, да, если вы знаете тенденции, прозрачность сетка. Это можно, да? Это будет еще в другом сезоне модно. Эти вещи будут актуальны для пляжа, и их можно будет потом использовать в городской стилистике. Безусловно, это купальники. Свежий купальник никогда не помешает. Тем более сейчас это максимально скидки на купальники, на предметы пляжные. Вот такие вот натуральные сумки из рафии, шляпки соломенные. Пожалуйста, закупайтесь. Солнцезащитные очки пригодятся всегда. И как мужчинам, так и женщинам. Обувь. Летняя пляжная и любая открытая обувь. Это можно приобрести на распродаж. Это нужно приобрести, да. Костюмы из натуральных тканей в пастельных тонах. Вы не только будете носить их на пляже, но их можно интегрировать в домашний гардероб. И таким образом вы обновите еще и домашнюю капсулу. И это очень здорово. Потому что домашнюю мы обновляем, как правило, в последнюю очередь. А тут как раз такой провод. Да, и мужчинам, и женщинам действительно рекомендуется обновить именно вот такую базу домашнего гардероба. Даже если вы не собираетесь на отдых. Топы, футболки, всевозможные топы бандо, брюки и шорты на резинках. Это то, что вы будете носить с успехом дома. В чем вам будет комфортно, удобно. И то, что вам действительно пригодится в любое время. Ну и на распродаже, наверное, можно покупать вещи, которые относятся к длинным трендам. Безусловно. Но точно не к коротким. Вот разница между длинными и короткими трендами в чем, чтобы нам понимать это? Смотрите, да. Я сейчас рассказала только о тех, кто собирается в отпуск. На распродажах отлично покупать базовую одежду. Дело в том, что на распродаже мы себе можем позволить более дорогостоящую базовую одежду. Вот это классические костюмы, брюки прямого кроя, жилеты. У меня также есть картинки там. И все, трикотаж какой-то. Обновить обязательно белое, потому что белое очень быстро выходит из строя. А сейчас очень много белого. Да, есть большой выбор. И белая рубашка – это то, что нужно и для офиса, и для повседневного кэжуал стиля. И мужчинам, и женщинам. И мужчинам, и женщинам. Абсолютно верно. Белые футболки, белые водолазки, любой белый трикотаж. Белое должно быть белым, вы понимаете. Классические костюмы. Это могут быть не белые рубашки, а голубые, пыльно-розовые, бежевые, слоновые кости. Но пусть они будут однотонные и без летних принтов. Обязательно без пальм, без всего вот такого. То, что вы сможете носить в течение года. Вот, пожалуйста, классические костюмы, брюки прямые, классические жакеты. Классика не слишком отличается из сезона в сезон. Поэтому классика – это то, что вы можете покупать. Это как раз вот эти длинные тренды. Вот они, костюмы в базовых оттенках. Вот они, базовые тренчи. Это и мужчинам, и женщинам. Вот он, трикотаж однотонный, также базовый. То же самое слово. То есть это все, если мы видим на распродаже, то смело можно покупать. Это смело можно покупать. Абсолютно верно. Базовая обувь, лодочки, балетки, лоферы, оксфорды для мужчин. Это то, что мы будем носить осенью. Это мы будем носить осенью. И не только этой осенью. И это актуальная база, которая нам пригодится в течение года, как сменная обувь в офисе и так далее. А вот они, топы однотонные, опять же, блузы, рубашки. Все это мы можем приобретать. Также на распродаже можно приобрести и короткие тренды, вот вы сказали. Потому что короткие тренды, ну, на них не нужно много на них вкладывать. И поэтому, если это стоит как бы сущие копейки, почему бы не побаловаться, как говорится, этими тенденциями, пока они еще на пике. Ну, вот на пике сейчас один из трендов – барби-кор, стиль, который мы видим ближе в это время. И очень много стало и в социальных сетях, и очень много на улицах розового. И очень много стиля барби. Стоит ли сейчас это включать в свой гардероб? Или это все-таки очень коротенький тренд, которым вот именно побаловаться, как вы сказали? Смотрите, это зависит от вашей потребности. То есть, если вы хотите побаловаться, пожалуйста, вы можете приобрести это сейчас, потому что сейчас это все уценено максимально, да, если это летняя позиция. Пожалуйста, обновляйте, выбирайте цвет, который подходит вам по цветотипу, тот оттенок. Розовый бывает разным, да, нужно выбрать свой. И пользуйтесь, конечно. Он может быть мягкий, он может быть чистый, он может быть разбеленный, или он может быть яркий и сногсшибающий. Вот как сейчас. Как здесь, да, абсолютно. Роскошная фуксия. Фасоны могут быть разные, но барби-кор – это как бы стилистика, эстетика стиля. Барби-кор обозначает эстетика, стилистика. Основные элементы – это розовый цвет, все оттенки. Это обнаженные части тела, максимально возможные. Это приталенность, это вот такая нарочитая пышность, оборки, рюши, валаны. Все, что присуще вот такому кукольному, кукольной стилистике. Но в то же время можно и классический костюм в розовом каком-то приглушенном цвете купить. Конечно, как у вас, к примеру. Да, вот меня тренд этот не обошел стороной, и мне тоже понравился цвет, и мне захотелось такой костюм. Он зарел на самом деле очень давно. Это не только премьера фильма «Барби», это именно потребность в позитиве и потребность в транслировании женственности. Поскольку мы долго были в периоде изоляции, да, ковид, у нас мировые события, не очень жизнерадостные. И хочется вот этой радости, хочется женственности. И на пике этого всего еще случается премьера фильма, которая действительно выделяет такой микротренд. Я думаю, все-таки это будет микротренд, поскольку он очень яркий, как вспышка. И он просто мировое какое-то помешательство сосредоточил на себе. Действительно, вы правы. Но если есть потребность, если это не повредит вашему имиджу, то, безусловно, можно. Конечно. Вот еще часто цитируемые тренды – это олд-мани стиль и стиль, который называется «тихая роскошь». Есть, наверное, какое-то отличие между двумя этими трендами или они очень похожи? Их очень часто объединяют, на самом деле очень красиво звучит, да, «олд-мани» или там «тихая роскошь», да, «quite luxury». Очень красиво и хочется прям прикоснуться, окунуться и быть частью этой стилистики. Ну, это, конечно, коммерческие названия, раскрученные очень хорошо, потому что они действительно манят. Очень много сходств в этих стилистиках, олд-мани, в буквальном смысле «старые деньги» – это стиль аристократии 20 века. То есть стиль богатых наследников, которые уже родились, имея все. И мне нужно… Вот то, что мы сейчас видим, да, на экране. Это скорее «quite luxury», да. Тихая роскошь. Я сейчас объясню, и мы вернемся к этим кадрам. Они похожи. Отсутствие ярких цветов, элегантный довольно-таки силуэт, базовые цвета, оттенки бежевого всевозможные, слоновая кость, кэмл, коньячный, черный, белый, благородный, голубой. Вот эти основные оттенки, отсутствие яркого, отсутствие оверсайза, умопомрачительных мини – это объединяет «old money» и «тихую роскошь». Но если «old money» – это «старые деньги», то «тихая роскошь» – это скорее «new money». Новая роскошь – это стиль тех, вот на экране у нас «new money» или «тихая роскошь». Стиль тех, кто добился своего богатства сам, кто не родился богатым наследником, а кто сделал себя сам. Это именно современная тенденция, здесь нет устаревших силуэтов, каких-то слишком чопорных и аристократичных. Вот это, кстати, «old money», а здесь у нас уже прям такая нарочитая, немножечко такая даже устаревшая. Считаются бренды, да? «old money» – это всегда люкс. Это всегда люкс, его невозможно подделать. И если мы начнем собирать «old money» в масс-маркете, это будет не «old money», вы понимаете, что именно качество, именно чистота силуэтов и благородство фактур. Именно это аристократия. Стиль «quiet luxury» мы можем собрать в масс-маркете, главное, чтобы он выглядел дорого и презентабельно. Ну, теперь стало понятнее, как разобраться во всех этих направлениях и стилях. Ну и последний вопрос, который я не могу не задать вам сегодня. Что же мы будем носить этой осенью? Что будет актуально? Актуально очень много, и у нас имеется огромный выбор, что нам выбирать. Безусловно, мы будем ориентироваться на себя, на свой образ жизни, на свои природные данные, на свои потребности, на свой бюджет. Но нам предлагают три основных силуэта. Это Y-силуэт, у меня есть картиночки. Это у нас картинка X-силуэт. Мы видим, что это нью-лук, напоминает Диоровский. Когда подчеркнута талия. Когда мы создаем искусственно пышную грудь, пышные бедра и намеренно уменьшаем объем в талии. Наконец-то вернулся этот силуэт. Мы по нему все очень скучали, и мужчины, и женщины. Вот сейчас он диктует вот свое новое прощение. Прочтение. Y-силуэт, когда максимально расширен плечевой пояс и максимально заужен низ. Контраст маскулинности и женственности. Я скажу, что это пик. Пик вообще актуальности. Именно контраст женственности и маскулинности в женском образе. Это максимально привлекательно и максимально загадочно и максимально интересно на сегодняшний день. И силуэт вертикальный, ай-образный я его обозначила, который просто вытягивает нас в высоту. Создает цветовую вертикаль, либо такую динамичную вертикаль в виде расстегнутого пальто, плаща. Динамакси, вы видите. А крой как свободный, так и прилегающий. Очень много идет акцентов на женственность. У меня далее есть кадры, которые именно про женственность. Женственность также будет актуальна? То есть мы все равно носим и платья, и юбки, хотя мы и расширяем линию плеч? Конечно. Не всем нужно расширять линию плеч, у нас есть выбор. Мы можем носить корсеты, есть следующие слайды. Мы можем носить цветочные принты, мы можем... Вот сейчас мы видим цветы. Абсолютно верно. Видите, декорирована вся одежда цветами. Оттенки красного, это также про женственность, про энергию, да, страстную. Прозрачности, чем не тренд? Не обязательно широкие плечи, сделайте прозрачную часть. Ноги, либо вверх, цветочные принты. Вот также вы видите силуэт довольно женственный. Банты, блузы с бантами и шлейфами. Посмотрите, как женственно. Это ли не женственность? Ну, мне кажется, теперь те, кто не принимал оверсайз, должны аплодировать и говорить, ну, наконец-то мы теперь можем подчеркнуть тарию. И мы можем украсить себя и бантами, и цветами. Отлично. Спасибо большое. Мне очень было приятно видеть вас в нашей студии. Я думаю, не последний раз обязательно придете и расскажете нам о новых стилях. Благодарю. Взаимно очень приятно. И приятно, что интересуются люди не только трендами, но и разумным потреблением. И я еще раз представлю нашу сегодняшнюю гостью Светлана Сосновская, имиджмейкер. Ну, а после рекламы мы в студию вновь вернемся. Благодарю.